Студенческий лидер 2016. Мордовский университет принимает приволжский этап всероссийского конкурса. 13 представителей профсоюзного актива ПФО боролись за выход в финал. Профсоюзные лидеры из Оренбурга, Ульяновска, Перми и других городов прошли множество конкурсных этапов. Наталья Макшаева побывала на заключительном конкурсе «Блиц-опрос». «Блиц-опрос» для участников считается одним из самых тяжелых испытаний. За две минуты нужно ответить на все каверзно-профсоюзные вопросы верно. Задает их гуру по защите прав студента, специалист аппарата профсоюза работников образования и науки России Вячеслав Гильденберг. О государственных символах, указах президента и размерах социальной стипендии должен знать каждый уважающий себя лидер 2016. Организаторы утверждают, что правовые знания у студентов помогут залатать пробоины в профсоюзных аппаратах университетов. Не во всех вузах, например, выдерживают федеральные законы, в части, например, в федеральной законодательстве, в части назначения выплат стипендий государственной, академической, социальной, материальных помощи. И теперь, конечно, у нас уже после этого конкурса, мы на этом не остановимся, будем прорабатывать эти моменты для того, чтобы помочь вузам исправить эти ситуации. По итогам пройденных этапов можно понять, что кроме правовых знаний финалисты должны обладать массой других достоинств. Творческий отчет, автопортрет, инфографика и профсоюзные тестирования – такие испытания проходили активисты. Участники говорят, что сложно все-таки было. Кому-то в правовом тестировании, а у кого-то проблемы возникали с самопрезентацией. Автопортрет – это было представить себя, надо было рассказать все, не упустить ни один момент. И сделать это так, чтобы еще люди не уснули во время моего выступления. Как-то так поэмоциональнее, поэнергичнее. Гордился бы Огарев львом, мы не знаем. Зато правком гордится. Потому что на презентации никто не заснул. Были и хлеб, и зрелища. Правда, не для всех. Пока 13 лидеров профсоюза проходили испытания, творческие и правовые, группа поддержки активистов время даром не теряла. Для когорты профсоюзных болельщиков, а их было ни много ни мало 350 человек, мордовский правком подготовил культурную программу. Лекции, спортивные развлечения, мастер-классы и командные игры. И хотя пробоины в правовых вопросах еще не золотали, зато отдохнули хорошо. Наталья Макшаева, Александр Зюзяев. Наши новости.